Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о красной книге Тамбовской области. Но сначала давайте вспомним, что же означает само понятие «красная книга». По сути, это аннотированный список всех живых существ и растений, которые находятся на грани исчезновения. Все занесенные в этот список животные, растения и грибы попадают под государственную защиту. Охотиться на животных из красной книги, сорвать растения строжайше запрещено. Нарушение этих правил может повлечь за собой серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. О необходимости появления красной книги очень хорошо сказал писатель Виктор Кологриф. Когда-то людям казалось, что животных и растения на земле не считано, и они никогда не переведутся. Да и теперь многие продолжают думать, что природа все вынесет, поступают с ней, как заблагорассудится. Животных убивают не только для того, чтобы прокормиться, а и ради потехи, чтобы показать свою удаль. Леса вырубают и сжигают, травы и цветы вытаптывают, рвут на букеты, которые потом выбрасывают. В результате такого барварского отношения к природе многие виды животных и растений исчезли совсем. А численность других видов так сократилась, что если не вмешаться и не помочь им, то и они исчезнут. Чтобы трагедия не случилась, и была основана Красная книга. Первая Красная книга появилась в 1948 году, когда ученые, входящие во Всемирный союз охраны природы, приняли решение составить список вымирающих видов животных, чтобы разработать меры по их спасению и дальнейшей охране. Список напечатали в виде книги и разослали руководителям всех стран. Причина, почему выбрали красный цвет для обложки, проста и понятна. Красный цвет считается сигналом опасности и одновременно является символом жизни. Первый раз для публики Красная книга была издана в 1963 году. В каждой стране и даже ее отдельной части есть своя Красная книга. И у нас в стране тоже есть Красная книга Российской Федерации. Основной государственный документ, учрежденный в целях выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов, занесение вида в Красную книгу России, автоматически влечет за собой возникновение законодательной защиты, запрета добывания, независимо от категории и статуса вида. Впервые Красная книга России была опубликована в 1983 году. В нее было внесено 65 видов млекопитающих, 107 видов птиц, 11 видов рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов рыб, 15 видов моллюсков и 34 вида насекомых. Потом она не раз пересматривалась и переиздавалась. Последний раз она была обновлена в 2020 году. Первая Красная книга Тамбовской области была опубликована в 2000 году в двух томах в соответствии с постановлением Тамбовской областной думы от 28 мая 1999 года. В постановлении говорится, что Красная книга Тамбовской области является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения или критического снижения численности видов диких животных, дикорастущих растений и грибов, обитающих, произрастающих на территории Тамбовской области. Красная книга Тамбовской области была подготовлена учеными Тамбовского государственного университета имени Державина, Государственного природного заповедника Воронинский, Мордовского государственного университета имени Огарева, Центра гигиены и эпидемиологии Тамбовской области, Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Мичуринского государственного педагогического института и Мордовского государственного заповедника. Второе издание Красной книги Тамбовской области выпущено в 2012 году, также в двух томах. Мероприятие по охране редких и находящихся под грозой исчезновения или критического снижения численности объектов животного и растительного мира реализуется в рамках государственных программ и проектов Тамбовской области в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Приоритетным способом обеспечения сохранности редких и находящихся под угрозой исчезновения или критического снижения численности объектов животного и растительного мира является организация особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области. На территории региона расположены один государственный природный заповедник Воронинский и четыре биологических заказника Маршанский, Пальновский, Хмелинокершинский и Нижневоронинский. И 103 памятника природы. Их площадь составляет 138 тысяч гектаров или немногим более 4% от общей площади области. Государственный природный заповедник Воронинский был образован в 1994 году. Имеет площадь 10 320 гектаров и протяженность с севера на юг около 40 километров. Эта особо охраняемая природная территория расположена на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области в долине реки Ворона. Его основными задачами являются охрана лесостепных экосистем в центральной части России, спасение редких видов животных и растений, экологическое просвещение населения. На территории заповедника произрастает около 900 видов растений. Обитают 253 вида млекопитающих и птиц. В заповеднике разработаны экскурсионные маршруты, во время которых специалисты рассказывают о жизни леса, видах птиц и животных, уникальных деревьях и редких цветах. Заказник Пальновский, биологический заказник регионального значения, организован постановлением администрации Тамбовской области в 2007 году. Располагается на территории Мичуринского и Никифоровского районов. Общая площадь 12 200 гектар. Природоохранный комплекс представляет долины реки Пальнов-Воронеж, сохранившимися по ее склонам широколиственными лесами и пойменными лугами. Охраняемыми видами животных являются русскую выхохоль, серый куропатка, зайц-русак. Также в 2007 году организован биологический заказник регионального значения «Хмелино-Кешинский». Располагается на территории Печаевского и Бондарского районов. Включает бассейн среднего течения реки Терша, общая площадь 17 461 гектар. На территории заказника сохранились почти ненарушенные участки лесных и луговых биоцинозов. Отмечены многие виды растений и животных, например, махаон, мнимазина, быстрянка, грибенчатый тритон, обыкновенная медянка, обыкновенная гадюка, змеи-яд, рябчик, серый журавль, русская выхохоль, речная выдра и другие. Они включены в федеральные и региональные красные книги. Нижний Воронинский заповедник, также биологический природный заказник регионального значения, создан в 2013 году восстановлением администрации Тамбовской области и находится на территории Мучкапского и Уваровского районов. Биологический заказник «Маршанский» площадью 45 275 гектар расположен на территории Маршанского и Сосновского районов. Охраняемыми видами животных являются сурок-байбак и заяц-русак. Вернемся к Красной книге Тамбовской области. В Красную книгу Тамбовской области животные внесены 295 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида. В ней 8 разделов – паукообразные, насекомые, цифалоспидоморфы, костные рыбы, земноводные и пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Для обозначения статуса редкости видов используются категории, рекомендованные для региональных красных книг. Обозначаются они римскими цифрами. Например, 1 – находящийся под угрозой исчезновения вид, 2 – сокращающийся в численности, 3 – редкий вид, 4 – неопределенный по статусу вид и так далее. Где эти цифры можно посмотреть, я вам сейчас покажу. Когда вы откроете Красную книгу, например, обыкновенный языкан, и здесь вы читаете отряд – чешуекрылые, семейство бражники и статус – пятая категория – восстанавливающийся вид. В книге есть также и карты, на которые нанесены специальные символы разных цветов – зеленого, красного и черного. Они показывают места, где конкретные виды животных встречались ранее, 20-50 лет назад, и где они обитают сегодня. К сожалению, как и во всех регионах земного шара, в Тамбовской области есть и свои исчезающие виды животных. В связи с человеческой деятельностью лесные массивы по всей областной территории сократились с 40 до 10%. Из-за вырубки ушли многие животные, улетели птицы, но некоторых удалось сохранить и обеспечить охраной на государственном уровне. В Красной книге Тамбовской области животные расписаны по видам, точной численности, перечислены и меры, принятые для охраны. Имеется подразделение видов. Например, среди списка животных Красной книги есть в разделе костных рыб описан ерш-донской или носарь. Этот вид рыбы настолько редкий, что численность его неизвестна. Главное отличие от ерша обычного – удлиненное тело и передняя часть головы. Под угрозой полного вымирания находится и русская выхухоль. Это редкое реликтовое млекопитающее. Оно живет на нашей планете около 15 миллионов лет. Ранее было 5 видов выхухолей, но теперь остался только один. И в таком малочисленном составе, что его вынуждены были внести не только в Красную книгу животных Тамбовской области, но и в Международную Красную книгу. Критическое состояние численности проявилось к концу 19 века. Его шкура ценная, использовалась для изготовления меховых изделий. Без принятия должных мер русскую выхухоль ожидает полное исчезновение. За последние 400 лет нашу планету навсегда покинули около 60 видов животных и более 100 видов пернатых. Красная книга предупреждает об опасном столкновении природы и человека, заставляет задуматься над нашим образом жизни и о том влиянии, которое мы оказываем на окружающую среду. Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов нравственности, сказал Константин Паустовский. Природа, все живое в ней – это наш дом, в котором мы существуем. И мы должны относиться к этому дому с любовью, чтобы сохранить его для будущего человечества. Благодарю за внимание. Продолжение следует...